ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мне кажется, что я больше таких ошибок не допущу. Я Проценко Юрий, город Николай, представляю бойцовский клуб Mix Fight Promotion. Соперник из Украины Юрий Проценко, очень хороший боец, волевой. Выносливый, терпеливый. Мне кажется, этот бой будет очень интересным. Готовились, как всегда, обычно, ничего особенного. Соперник, нокаутер, изучали его. У меня такие соперники были, которые уже нокаутеры. Ничего особенного. Подготовка была, как обычно. В Ингушетии первый раз на таком турнире выступаю. Для меня это опыт, потому что я никогда не дрался под открытым небом. Поэтому мне самому интересно, что и как пройдет. Конечно, там в горах дышится очень тяжело, но все же я подготовился к этому. Готовился под соперника. Я знаю, что он борец хороший, борется очень хорошо. Надеюсь, моя тактика, которую я подготовил, она пройдет, и я в конце выиграю. Заур, встретимся в рейдже. Бой все покажет. Тебе удачи и на все воля Всевышнего. Юра, желаю тебе удачи. Я знаю, что ты подготовился хорошо к этому бою. Покажем хороший и достойный бой. Уважаемые поклонники боевых эскурс, представляем вашему вниманию трехраундовый супербой в тяжелом весе. В синему Гурейджа спортсмен из Украины. Приветствуйте Юрия Проценко! А-а-а! И под небезызвестную песню Игоря Талькова в рейдж выходит Юрий Проценко. 21 год всего этому тяжу. Вес 131,5 килограмм. Рост 1,8 метра. И профессиональный рекорд. 15 побед, 6 поражений, 1 ничья. Чемпион Черновецкой области по смешанным боевым недоборствам. Серебряный призер чемпионата Черновецкой области по вольной борьбе. И призер турнира Reflection Cup 2. В общем-то, что надо сказать. 21 год и при этом 22 профессиональных поединка. И это мы говорим о тяжелом весе. Где люди порой в 21 год даже еще и не начинают свою карьеру. А здесь человек уже более двух десятков профессиональных боев провел. Ну что же, и сегодня, сегодня готов он показать себя в М1. Ну, надо сказать, что выступал он в М1, на дороге в М1, на турнирах Роудсу М1. И даже выступал успешно. Побеждал он там. И именно здесь, в Ингушетии, причем побеждал. Так что есть, есть ему что вспомнить. И есть ему какие победные серии продолжать. Но посмотрим, как ему это удастся сегодня. С учетом того, что соперник у него опытнейший. Очень хорошо подготовленный. Очень здорово бьющий. И очень настроенный на то, чтобы победить. Поскольку проиграл он в прошлом бою. Но об этом мы поговорим чуть позже. Ну, а сейчас Юрий последнее приготовление проходит для того, чтобы попасть в рейдж и показать, достоин ли он принадлежать к числу сильнейших бойцов М1. Ждем. Спортсмен в красном углу Рейджа представляет Азербайджан клуб Баку Файтерс. Приветствуйте, Заур Гаджибабаев! Заур Гаджибабаев, 28 лет. Этот человек выиграл все возможное в смешных любительских единоборствах. Он чемпион Азербайджана по ММА, обладатель Кубка мира по ММА 2013 года. Чемпион Азии по ММА 2014 года. Чемпион Европы по ММА 2014 года. Чемпион мира по ММА 2014 года. Обладатель звания спортсмен года 2014 года в Азербайджане. Ну что же, помним мы, да, что Заур у нас выступал несколько месяцев назад в последний раз. И тогда он Антону Визигину на турнире в Санкт-Петербурге достаточно сенсационно проиграл. Причем как проиграл нокаутом на первых же секундах первого раунда. И естественно, сейчас Заур настроен на то, чтобы отквитаться за то поражение сполна. Ну а мы будем смотреть, насколько это ему удастся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ladies and gentlemen, this is an M1 challenge bout in the heavyweight division. Now let me introduce your fighter in the blue corner. This fighter is 21 years old. He weighed in at 131.5 kilograms. He stands 180 centimeters tall and has a record of 15 wins, six losses with one draw. He is regional MMA champion, silver medalist of the regional freestyle wrestling championship and medalist of the Reflection Cup 2 event. Representing the Ukraine, please welcome Yuri Paseko. And now I welcome his opponent in the red corner. This fighter is 28 years old. He weighed in at 120 kilograms. He stands 186 centimeters tall and has a professional record of six wins with one draw. He is national MMA champion, winner of the World MMA Cup. He is Asian, European, and World MMA champion. He is winner of Sports of the Year in Asia-Japan 2014. Representing Baku fighters, please welcome Saul Khadibabaev. And the referee for this bout, Victor Konyov. Let's go. Mace my center. Hakti, listen to a name. Three rounds for five minutes. Еще раз напоминаю, head to play, head or put with고요. had to wait. Withrazied to play. Writ isating for the people when we work. Canates, shorts, glasses left. Listen to me throughout the camp. I hold hands. One, three, four. One, three, four. Good. I was ready. итак наступает время тяжеловесов и мы видим два очень массивных представители этой весовой категории начинают этот бой по 20 килограмм заурга же бабаев и 131 и 5 юрий проценту то есть надо сказать что по меркам по американским меркам и он не попал даже в тяжелые дивизионы супертежи свыше 120 кило до знаем мы за ура как хорошего ударника идет идет закрываясь проценту ну как-то непонятно такая такая атака у них атака из закрытой позиции из блока то есть в общем то непонятно как как он будет разрывать дистанцию мы видим как достаточно бесхитростно в общем то нужно наверное ему все таки чуть-чуть готовить эти свои попытки перевода в партер потому что так просто берет на соперников надежда на то что он сам тебе все отдал будет сложновато особенно когда соперник разовым ударом обладает очень хорошим мы видим сейчас заур сам вот в общем то в углу практически запирает юрия ну при этом сам то тоже не сказать что очень жахте вы пробивает корпус но в корпус там пробить не сложно будет голову мы знаем что юрий процент очень стойкий поэт он может выдерживает очень серьезное избиение а потом вдруг когда уже в общем то всем кажется что дело сделано он очень неожиданно может победить да но все-таки принимать на себя удары за урока джабаваева это опасное занятие ну да в общем то вряд ли это такой ключ к победе ну и плюс мы видели например как процент принимал три раунда удара антон того же самого и тогда бой закончился однозначной победой визитина но процент смеем надеяться получил тогда какой-то опыт вот мы видим вот это вот это абсолютно закрытая стойко который непонятно как то есть вот хорошо даже когда залог не попадает в блок то в общем то что же делает процент к процент получит она вот вот снова петра фото хорошо да и юрий пытается пройти конечно в ноги но пока все кандрит заор как бы нужно готовить все штуки проходы не знаю то что это тяжи несмотря на хотя видели мы сегодня тяжей да вот богатырев попов очень очень приличные были скорости там у них прям такие не нет ни как утяжей они типичные для тяжелого дивизиона в любом случае как бы то ни было надо готовить проход то есть просто стоять закрытой стойке ожидаю что соперник сам даст тебе пройти его в ноги тем более заор такой парень с низким центром тяжести он в общем так просто завалить не даст вместо этого юрий как вот получает получают удары так или иначе эффект накапливается и отвечать очень-то ударом и ударом даже не пытается в общем то есть представляет он для себя сейчас собою сейчас для завода такую достаточно удобную мишень в плане работы в стойке а если говорить о партнере то в него пока переводить соперника юрию не удается мы видим так просто отмахивается открытой ладонью на заор когда идет мы видим он складывается двойками бьет вот снова попадает мы видим разбит нос у юрия пошатнулся нелегко выдерживать конечно такие удары мы помним и бои гаджабабаев савилов там тоже показал свою ударную технику во всей красе гаджабабаев тяжело конечно юрию тяжело и нужно перестраиваться если на если он хочет победу то нужно что-то делать просто так закрыться ничего ожидать что соперник сам упадет на спину очень вряд ли а здесь мы видим он не только не падает этот соперник в лице заорка жабабаева но еще и вполне себе успешно атакует сериями бьет положение юрия проценко это как минимум не улучшает мы видим снова проход и снова нормальный строл такой хороший своевременный представитель азербайджана пока непонятно за счет чего юрий проценко собирается переломить ход поединка стойкость это конечно хорошо но опять таки к стойкости ну что-то еще нужно какие-то атакующие действия очень сложно вспомнить когда бы человек одерживал победу за счет того что он просто принимал удар да за стойкость можно получить уважение но не победу кстати говоря несколько лет назад именно здесь на битве в горах в свое время али багов так проиграл когда он избивал избивал совершенно чудовищным образом болгарского своего оппонента а потом не смог выйти на второй раунд и получилось так что в общем-то болгарский спортсмен тогда он не нанеся ни одного удара или один удар за весь первый раунд оказался победителем и был в общем-то сам не меньше удивлен такой победе который в общем-то из него туда пришла но такие случаи они конечно крайне редки и здесь я думаю на такое надеяться что смысл никакого нету так начинает старайтесь минутки что-то там колдует доктор просечением процентов там рассечения брони носа не представляющие опасности потенциальной остановки боя здесь вряд ли она будет быть из-за этого рассечения но как мы говорили что-то нужно юрию делать хотя бы хоть что-то потому что ну вот такой просто попытки запрыгнуть туда в ноги очень сколько три-четыре попытки было все были пресечены на корню и как бы по-моему вполне очевидно что вот вот мы видим еще одна снова здесь за уже вот хорошо бьет колено видно все это очень видно все это надо хоть немного маскировать хоть немного отвлекать соперника здесь совсем-совсем-совсем безнадежная попытка даже не проходку прыжок в ноги в общем-то одежде на что-то на то что соперника ступится сделает конечно масса солидная у юрия но одной лишь массы и все-таки избить человек игрок сам по себе весит 120 мы видим сценарий конечно комплекта юрия на ему немножко мешает даже не немножко даже немножко наверно получается что ему не хватает длинный рук чтобы обнять соперника сюда то здесь войти в клинч за счет больше длинный рук не получается вот этот прыжок ну и кстати вот эти прыжки в ноги да они в общем то тоже быть руки по длине и может быть и дотянулся бы а здесь успевает за он постоянно уйти с этой линии атаки и скатрить самому и делаю эту атаку совершенно бесполезно вот неужели юрий что же что же неужели он добьется или затянет и гизать смотрим ну-ка дальше пытается вырваться за вот здесь как-нибудь что-нибудь из последних сил на юрий так обречённо понимаешь что может быть это вообще было единственный его шанс когда можно было соперника затянуть неужели что пытается удушающий делать не просто обнял наверно вот хорошо бьет вы же бьет апперкот и мы видим так хорошим за ура но оценка держать ударами если что и умеет юрий на высшую это держать ударом мы видим не особо то это его качество помогает что помогает не сдаться а и 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 вот хорошо попадает в корпус где все это было у юрия то до этого мне кажется это тактика подождите сейчас марта третий раунд третьем раунде увидим район альфина ведь вот идет идет юрий процентка вперед смотрим вот роман видимо чуть вы знаете ничего не знают все остальные а а и а а а а и а а а а Спасибо. 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 Выживала вся эта история с переводами в Баркер — да, но зачем ее мучить, если вот, собственно, началось что-то получаться в стойке? Видно было, что удары хорошо проходили. Чувствовалось завод. вместо того чтобы пытаться развить это вот снова зачем зачем эти прыжки уже многие которые понятно что эффект никакого должного не имеют какой от них смысл мы слышим новоприобретенные фанаты юрий процента скандирует даже его имя сейчас вот оно что то есть что то что то стало получаться украинского бойца тоже мешал ты ему это попробовать самого начала у трансмашиста пусть не столь технично но по крайней мере отвечает человек заставляет соперника реагирует оппоненту находящимся на одном колене если не ошибаюсь ну там он вставал видимо не уследил виктор корнеев за этим моментом но суть по всему там не успел к тому моменту такой момент ну как невидимо точно именно так и как раз не да неоднозначный поедина конечно сейчас мы видим пятница проценты в то же самое время выбрасывает удары идет за ул с ударами ну вот вот так вот и вот вот и слышим да как советуют делать опять проход ноги но ради чего хочется спросить что вы сможете сделать другой стране тренер тренерские заготовки ему велием попал даже скользь но попал нормально два правых оверхендов вполне себе левый джек пусть разовые удары но какие то но тем не менее есть эффект и снова закрывается юрий как только он закрывается ну в общем то что остается как же папа его только идти и только не убить встречая встречая лера у нас третья лера еще еще бесконечные ты попали даже на открытом пространстве тем более . тяжело если бы это где-то был у канатов еще где-то не хватает ни длины рук ничего а что здесь уже остается рубись бейся в общем то пытается вырвать как эту победу потому что ну очевидно в чем пользу здесь насчитаются судьи если закончится до решения тридцать секунд осталось тридцать секунд сделать еще раз тридцать секунд бей бей тридцать секунд еще юра иди юра 15 секунд его пожалуйста вот он и единственный дейкдон за все три раунда и его проводит именно заурки джабабаев и в чем-то я думаю тем самым ставят точку и оставит точку и фиксирует свою победу в этом поединке я думаю у меня у меня я я у у Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Заур, очень приятно увидеть тебя, вернувшимся на победную тропу И после боя ты посмотрел в небеса и поблагодарил боя Счастлив ли ты таким результатом? Саламу алейкум, Мингушетия Саламу алейкум Спасибо, что так тепло принимаете Мне очень приятно тут выступать Всем большое спасибо На счет боя Мне было очень трудно, если честно После последнего боя Я никак не мог настраиваться на бой Но слова всемушному Что помог мне, я выиграл Спасибо сопернику, очень благодарен за бой Спасибо большое Первое, я хочу поблагодарить всех В Ингушетии за поддержку Это было мое удовольствие Это было мое удовольствие Это было мое удовольствие И, знаете, после победы В моем предыдущем Это было очень тяжело На борьбе Но я сделал И я победил Ты выиграл В таком доминирующем стиле И теперь у тебя есть возможность Вызвать кого-нибудь на поединок Кто следующий С кем бы ты хотел встретиться Моя мечта Это реванш с Визигином Я ничего против не имею В этом парне Он очень хороший боец Очень хороший человек Но хотел бы еще раз выступить Подраться с ним Потому что до этого боя не было И мне очень хочется С ним реванш выходить И показать себя полностью Моя мечта Это реванш с Визигином Я ничего против этого человека Он действительно хороший человек И хороший борьб Но я знаю, что я могу сделать лучше Хорошо, как всегда Вы бы хотел поблагодарить Кому бы ты хотел поблагодарить Всех президенту Республики Ингушетия Узбеку Бавадгиревичу Спасибо вам большое Вадиму Фринкенштейну Всем большое спасибо за такой турнир Спасибо всем Спасибо Ингушетия Я хочу поблагодарить Я хочу поблагодарить Всего за поддержку И лично я хочу поблагодарить Президенту Республики И президенту Англайн Глоба Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Папаев Папаев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok